Рада встрече. Этим летом многие из нас узнали для себя что-то новое. И если речь идет об офисных сотрудниках, это новый сугубо медицинский термин – вирусная пневмония. И теперь каждым летом, когда столбик термометра будет подниматься выше отметки 25, тысячи людей будут с трепетом поглядывать в сторону коллег, не потянется ли у кого из них рука к пульту от кондиционера. И ведь все в одной лодке – и стар, и млад, и богат, и беден. Как заявила в середине лета технический директор компании, в которой работает одна моя хорошая подруга, пуха этим летом было столько, что вызывать службу по очистке кондиционеров пришлось каждые два дня. Так что терпим, периодически теряем бойцов, но продолжаем двигаться к намеченной цели. Все, как в анекдоте промышей и кактус. И вот скажешь тут разве что лето – лучшее время года. Не думай. Но если так рассуждать, осенью грязь и слякоть, зимой морозы и неубранный снег на дорогах и тротуарах, а то и лед. А весной так от этого всего устаешь, что и радости совсем никакой не испытываешь. В общем, несмотря на эту самую кондиционерную эпидемию, я рада, что лето было. И особенно рада, что наконец наступила осень. Ведь дальше зима. А следующий год, между прочим, год парящего орла. И вроде бы какие-то предсказания на его счет сулят существенные финансовые приобретения. Как орел, который парит, озирая взглядом свою территорию. Так что всем нам есть чего ждать. И это примеряет с действительностью. С вами была я, Даша.